чё происходит это походу это военный на наверно что-то военный звук мама дорогая смотри звук звук моего чайзера ты записал я много был где да естественно безусловно рдс это высшая ступень причем это можно как вот рдс запад рдс восток но абсолютно они не отличаются да по организации все примерно на уровне у нас одна система одни правила одна дорога одна цель до для развития дриста цель она сделать настоящий профессиональный чемпионат то есть именно профессиональный где гонщики не работают там где-то там на заводе не знаю там операторами камеры там где-то на телевидении они занимаются дрифтом это их работа как раз во всем мире дрифтеры дрифтовые серии формулу дрифт д-1 взять это профессиональные гоночные там спортсмены они именно работают гонщиками и так и должно быть но это было бы мне кажется предел мечтанию той нашей бригады которая стоит в тех парке заработать дрифтом да они бы за руля не вылазили это но это не передать словами что ты получаешь когда ты едешь я хочу чтоб уровень дрифта был на грани прям вот за гранью возможно скажем так и это именно будет заводить зрителя да ему это интересно люди должны видеть что гонщик действительно рискует чем-то там машиной не знаю вот на грани вот прям пилотировал четко выбирает траекторию что вот он да вот так вот лист бумаги не пролазит вот это вот это класс я еду только ради зрителя мне нравится когда я еду и в момент фуридаша я вижу те бешеные глаза людей вау вот он он круто она чувствуется например когда ты сидишь машине на счастье когда стоишь на старте чувствуется что они рядом с тобой они за тебя болеют они переживают я даже могу сказать какая трибуна болеет больше потому что это прям энергетика она ощущается без них наверно бы не было такого красивого зрелищного форного дрифта как бы это ни было странно все пилоты у них дружеские отношения между собой независимо от того кто выигрывает кто проигрывает если у кого-то случается к это неприятность во время гонки то каждый готов ему помочь там запчасти либо помочь подкрутить гайку любым способом любым возможным когда я приехал на меня не взглянули нам хочу за крутой приехал на такой мажорской тачки вся ровная у нас тут корчулыги уже все развалены нет все подошли пожали руки познакомились я как всегда у честно мой минус мы приезжаем там с гай ковер там и три пары ключей каких-то основных все берем у пацанов никто не скажет ага он не объедет мне ему не дам такого нет дрифт это особенный вид автоспорта на мой взгляд потому что конкуренции как таковой тех парке вообще на самом венте никогда не бывает пока ты не выехал на заезд все друг другу помогают все друг другом советуются и обстановка на соревнованиях всегда очень дружеская они менее конкуренты новые друзья я к нему отношусь очень по-дружески к пилотам рдс я очень люблю я прям безумно рада их видеть каждый этап каждый этап начинается с обнимашек потому что его не скучаю всегда все друг другу помогут вчера кто бы там там кто побил тачку народ подойдет ну кто менее занят да по крайней мере у кого нет там заезда там выпрямят подтянут помогут егор шумилкин не отдал свою пару новых колес которого сказал приберем для меня на финал также как лежала пара у феде чтобы пытаться меня догнать и 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 Мне здесь очень комфортно ездить, вот хотелось бы, чтобы здесь еще было в 2-3 раза больше людей. Я считаю, что ребята показывают колоссальный дрифт, очень близко, очень агрессивненько. Есть на что посмотреть, не знаю, из автоспорта на сегодняшний день самое шоу. Ребята растут, растут, причем с каждым этапом все выше их уровень. В предыдущие годы как-то они ехали ровно, да, они росли, росли пилоты, в этом году они просто с геометрической прогрессией растут все. Сейчас, чтобы попасть в топ-16, приходится очень попотеть. То есть если в этом году попасть в десятку, это достижение, то в следующем году пройти квалификацию и попасть в топ-16 и просто участвовать, скорее всего, это уже будет достижение. Люди прогрессируют по сравнению с прошлым годом. С каждым этапом ты смотришь и говоришь, мама дорогая, куда он так валит? Дрифт в России сейчас – это мощное движение, которое набирает обороты каждым годом. Взять РДС «Запад», к примеру, да, у них есть партнеры, которые уже приходят в чемпионат и они видят в этом перспективу. Это очень радует, потому что команда «Бридж Стоун» надо взять, то есть, ну, уровень, бренд мировой. Он имеет свою команду в дрифте, в чемпионате «Запада». Профессиональный автоспорт – он таковой тогда, когда люди хотят в это вкладывать деньги, когда он становится массовым и приобретает всеобщую популярность. Каким, на мой взгляд, в нашей стране постепенно становится и дрифт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это уже не ход. Это такой молодой бизнес, который еще не приносит дохода, но уже он начинает развиваться. И когда организовывался РДС, никто не верил, что он даже дойдет до таких высот. А уже наши люди едут на чемпионат мира – это уже о чем-то говорит. Причем не мы туда нагло так лезем. Нас пригласили. Эти ребята раздают много дыма, и они заслуживают ваших бурных аплодисментов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу, чтобы дрифт стал спортом номер один в России, именно АСКО спорт. Я сделал для этого все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...